И сегодня мы приехали в Секвое National Park. Это последний парк в моем путешествии. Вот сейчас я пойду посмотрю, где Регина Тодоренко из Орла и Решки спрятала бутылку. Когда она была в Сакраменто, точнее когда программа была в Сакраменто, они ездили в Секвое National Park и прятали бутылочку. Сейчас будем искать, может быть мне повезет, а может и нет. Сегодня день национальных парков или просто день парков бесплатно, но у нас есть пасс за 80 долларов годовой. Поэтому у нас ходят все равно бесплатно. Мы едем на Соковой парк и здесь так красиво. Здесь уже наступила осень. Вот так вот. Видим первое место. Не знаю, как оно называется. Мы скоро приедем. Вот так здесь красиво. Мы поднимаемся на вершину горы. Мы уже собрались в Исако. И здесь такая остановка с красивым гидом. Мы уже собрались в Исако. И здесь такая остановка с красивым гидом. Вот они, калифорнийские леса. Я, честно говоря, не думал, что в Калифорнии так много лесов. У нас много леса. Я очень приятно удивился, что очень зелено здесь. Мы, правда, еще до Лос-Анджелеса, часа 3-4. Не знаю, поедем Лос-Анджелес или нет. У нас осталось всего два дня. В субботу уже вечером. Самолет в Нью-Йорк. Да, очень красиво здесь. Что здесь пишут. Что мы находимся на 137 метрах. Тоже мы навали, наверное. Здесь военная. Еще дорога наверх. Мы заехали в лес уже, где большие деревья, одно большое, солнце отвечивает, сзади машины. Здесь очень прохладно, и вот быстренько решил остановиться и снять видео, вот они огромные деревья Sequoia. О, прямо она все огромная. И пахнут, прямо, о, ребята, вы бы знали, как здесь пахнет. Она прямо гигантская, огромная. Это круто. Такой воздух здесь свежий. Пахнет хвоей. Огромная. Есть еще больше. Есть самая большая, она в... Она находится в ограждении. Сейчас мы поедем в эту сторону. Остановились возле упавшего дерева. Сейчас я вам покажу, чтобы вы расценили масштабы этих деревьев. Они просто, я не знаю, это огромнейшие деревья, огромнейшие. Сейчас немного отойду подальше, чтобы показать вам, сколько он большой. И оно большое. Вот. Крон упавшего дерева. Я не знаю, сколько он лет. Где-то миллион. Сейчас кошка. Пахнет хвоей. Прям, так хорошо, так тихо, так спокойно. Такие они в циквове. Вот они. Муха летает над головой. Пристала тряне. Вот. Вот. Вот так вот. Еще дальше сейчас поедем. Там есть место, где лежит дерево через дорогу, и через него сделали тоннель. Там приезжать. Еще вот здесь вот люди фотографируются на кроне этого дерева. Там как домик. Приезжаем. И вот мы сейчас поднимаемся на самую высокую часть горы, которая есть в Секвое. Парк. Такие лесенки. Такие лесенки вот наверх. Нужно идти пешочком. Там очень красиво. И очень высоко. Но это более безопаснее, чем в заимпарке. Ого. Я уже вижу, что открывается шикарный вид. Вот. Упавшее дерево. Сухое уже совсем. Ого. Вот так подниматься, подниматься. Ого. Ну вот. Еще немного. И будем чуть выше. Чуть выше облаков. Я не знаю, как передать словами свои ощущения. Это реально круто. У меня просто нет слов. У меня просто нет слов. Просто хочется молчать, слушать. Наслаждаться. Идем. Ого. 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 Вот так вот. По такой дороге нужно подниматься наверх. В общем, экстремальный спорт. Даже не спорт. Путешествие. Я не знаю, как назвать. То, что мы хайкинг. Здесь в Америке очень сильно развито. Всегда родители привозят своих деток. Бабушки привозят своих дедушек. Молодые, старые. Старые, молодые. Все любят ходить по паркам. Наслаждаться природой. Здесь, конечно, это умеют делать. Ого. 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 Еще выше есть. Вон туда. По этой лестнике нужно подниматься наверх. Давайте подниматься дальше. Повторяю. Это циквой нашли. Парк. Который находится в Калифорнии. Недалеко от города Сакраменто. Недалеко от 400 км. Ого. Тяжело только топось подниматься по лестнице. Ого. 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 Как высоко. Вот люди поднимаются за мной. Это сисквоевого леса. Все. Дальше поднимаемся. Смотри. Ого. Смотри. Смотри. Так. не дай бог кто смутся когда ты будешь идти вниз можно вон кубарем упасть такое ощущение что я поднимаюсь на замок принцессы очень высоко мой там еще наверх есть даже вон собачки даже собак вынимает конечно дождливый день сюда не подниматься потому что очень скользко здесь будет ходить сколько еще идти очень экстремально конечно так я надеюсь что мужскую ружи до топаем все выше и выше еще выше и вон вижу конечную точку вот как мы высоко находимся здесь положите огромные так ощущение что рядом будут самолеты прилетать шизинг вон все еще немного почти если бы на месте а а а а а а а а а Русские сзади, даже русскоговорящие сзади, точнее туристы, кроме меня. Такие внешницы, лабиринты. Сяду я вот здесь вот чуть-чуть и покажу. Ну вот, что еще нужно для счастья? Моя была давняя мечта погулять под Сыгвоя парк. Ну вот, я ее осуществил. Вот еще здесь лесенки наверх. Только недавно думал о том, что не нужно бояться мечтать. Всегда нужно мечтать. Я вперед сном всегда мечтаю. Всегда все мои мечты сбываются. Все. Добрались до конечной точки. Спасибо. Странцы. Как всегда. Вот такая, точнее тропинка. Наверх. Наверх раз. Просто до конца уже все. Вот здесь у меня конец. Здесь очень круто видимо наблюдать, как падают звезды. Звезды. И вот так вот. Пускаться нужно вниз. Какая лесенка страшная. Пускаться надо. И вот так вот. И вот так вот. Мы подходим к одному из самых старых деревьев Сыгвоя. Сколько ему тут лет? 133 метра. Это самая большая. Нет. Это не самая большая. Самая большая. Самая большая. Самая большая. Самая большая дерева на земле. Какая? Вон то. А вон то да. Без москов. У него верхушка мертвая уже. И вот оно. Самое большое дерево на земле. Самое большое и самое старое. Сейчас я фоткаюсь на фоне. Встает в очередь. Да, она огромная. Это как дом. Это как, не знаю, многоэтажный дом. Сейчас на другое дерево. Иду осмотреть. В общем, посчитал про это большое дерево. Ему 3200 лет. 3200 лет. Она уже практически умерла. Растет только в шире, потому что верхушка у нее сгорела. Вот опять деревья. Большие. Они все ограждены. Люди туда не заходили, видимо, потому что топчет слишком много. Большие, огромные. А вот крон. Терево тоже. Ого. Смотрите, какие люди. Какая девочка у нас такую шишку. Большая такая огромная. Она вот так поставлена. Ого. С одного дерева можно построить дом. Здесь. Так тепло здесь. Мне очень жарко. Ого дерево. На каждом дереве какие-то знаки, вон, я вижу. Не в первый раз уже. Видимо, считают. Какие-то... Или что-то означает, сто процентов. Вон, дети ходят. На кроне. Фотографируются. Вот здесь вот. А, это упавшее дерево. Здесь сделали проход. Вырезали точнее. Терево. Вон, вон. 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 Сейчас подсотографироваться, и я быстро приду. А-а-а. Вот, мы здесь. Здесь именами все прописано и написано. Такое дерево. Огромное дерево. Слышите, девочка. Их несколько девочек, точнее. Они, видимо, по программе G1 студентки. Вот на этом дереве с какой вылезла грыжа. Или грибок, я не знаю, что это. Сейчас пойду со стороны. Будет видно, хорошо. Вот на такой высоте. Я не знаю, что здесь шумит. Что здесь шумит? Что же это? Что там бегает? А, эти. Барундуки. Барундачок. Хотел показать, как выглядят шишки на заквое. Шишки на заквое. Это совсем молодые деревицы, которым совсем немного лет. Тут их очень много. Потому что мертвые, старые и молодые. Здесь совсем такое сочетание. Так, тихо-тихо. И пахнет шишками. Ёлками. И Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!